Приветствую вас! И для начала, в контексте вашего вопроса, хотелось бы обратить внимание на то, что вы совсем не конкретизируете свой вопрос. То есть, в том смысле, что вы вроде бы и спрашиваете, что делать вам, вроде бы, вроде бы вы спрашиваете, ну, как вот себя вести дальше в этой ситуации. Вот. Но, на мой взгляд, вы не конкретизируете свой вопрос. То есть, вы спрашиваете, что делать, но при этом вы не конкретизируете вопрос, то есть, что делать, чтобы что. Например, если вы хотите вернуть мужчину, то это одно, это, ну, один момент, если вы хотите его именно вернуть. Если вы хотите, допустим, разобраться в себе, почему для вас это стало возможным, такая ситуация, то это, ну, это другой момент. Другая история, другой подход. Если вы хотите, например, допустим, понять, почему вы поддаетесь человеку, когда он, ну, вот, в чем-то вас обвиняет, а вы к нему, получается, прислушиваетесь, да, то есть, вы не общаетесь, как он просит с эго, ну, другими людьми, другими мужчинами. Вот. Это еще один момент. То есть, понимаете, возникает такое ощущение, что человек, который с вами мужчина, он оказался с вами не просто так. Он оказался с вами именно потому, что, именно потому, что вы склонны к тому, чтобы себя винить, вы склонны к тому, чтобы себя обвинять. за то, что испытывает другой человек, склонны брать ответственность, может быть, за то, что испытывает другой человек, за то, что чувствует, может быть, другой человек. Хотя это, как бы, ну, безусловно, не ваша ответственность, вы сами об этом уже сказали. И, собственно, вот, ответ Кудрячева Игоря Леонидовича, на мой взгляд, наиболее здесь полно отражает текущую ситуацию, наиболее полно отражает текущий расклад вашей истории, вашей проблемы, проблематики. И, соответственно, ну, вот, на это, возможно, и стоит обратить ваше внимание. То есть, отношения выстраиваются двумя людьми. Если мужчина ведет себя так, если мужчина повел себя таким образом, вот, то есть в этом и ваша ответственность. Но не в том, как сказал Сергей Витальевич, что, как бы, вот, вы ответственны за его ревность. Нет. Здесь, скорее, речь идет о том, что вы допускаете такое отношение к себе. Когда мужчина начинает вас соревновать, вы поддаетесь ему, вы поддаетесь его, ну, его позиции, вы поддаетесь, понимаете? То есть, вы не говорите, что нет, это вот, как бы, как бы, такое поведение, там, допустим, неприемлемое для меня, например. Вот. Этого вы не говорите. То есть, вы такое впечатление, что просто позволяете человеку вести себя так. И именно потому, что вы позволяете человеку так себя вести, именно по этой причине, именно по этой причине, он и делает то, что делает, образно говоря. Да? То есть, вы не защищаете, вы не защищаете свои интересы, вы не защищаете свою позицию. Вот. Вопрос заключает в том, почему. Так, тут может быть и обесценивание в себя, тут может быть и сомнения в себе, тут могут быть и некие страхи, быть какие-то ваши. Ну, может быть все, что угодно. Итак, мой мужчина безумно меня ревнует, причем без повода. Ну, ревность это, в общем-то, следствие целого набора внутриличностных проблем, таких, например, как страх одиночества, неуверенность в себе, сравнивание себя с другими, ну, в данном случае с другими мужчинами, травматично, травматично, травмированы с изменой, вот, и так далее. То есть, это вот то, что, как правило, скрывается за ревностью. И, естественно, любое общение, любое общение можно интерпретировать как повод для ревности, если человек, ну, склонен к этому думать, да, то у него появляется какую-то мысль об измене, и, как правило, это его прошлый опыт. Вот. И, естественно, что вы здесь, ну, ни при чем. Вот. Мы вместе уже два года, он сделал мне предложение, сейчас он говорит, что я самая лучшая женщина в его жизни. Ну, вот, понимаете, здесь момент какой, да? Это очень такой деликатный и тонкий момент. Он говорит, самая лучшая женщина. Казалось бы, на первый взгляд, что, ну, все хорошо. Самая лучшая, самая лучшая женщина. Приятно? Приятно. Но, самая лучшая женщина, это все такое. Это означает сравнение. То есть, мужчина сравнивает вас. Мужчина, вот, эээ, как бы, в своих мыслях, в своей ценности, возможно, даже не осознавая этого, сравнивает вас с другими женщинами. Как бы, говорит, вот, ты самая лучшая из тех, что у меня были, например. Ты самая лучшая, говорит мужчина. Это, на самом деле, очень тревожный аспект. Потому что, получается, что вы ценны не сами по себе, как, ну, вы, как, таковая. А вы ценны только потому, что мужчина посчитал, вот, именно, посчитал вас самым лучшим. То есть, это всегда, эээ, это всегда, эээ, настораживает, когда кто-то говорит, что вот его партнер самый, самый какой-то. Потому что, ну, самый какой-то, это всегда означает именно сравнение. Именно означает всегда, эээ, сравнивание. О, а сравнивание всегда, ну, как бы, эффективно, оправдано, до поры до времени. Вот. И это, еще раз повторяю, это обесценивает партнера, как правило. И, как правило, это обесценивает партнера всегда. То есть, вот, эээ, ну, эээ, именно всегда. И мужчина, мужчина, получается, получается, ценит вас только в сравнении с другими. Он сам сравнивает вас, он сравнивает себя. И, эээ, как бы, это, это составляет природу его ревности. Ведь если вы для него самая лучшая женщина, то, соответственно, он мыслит категориями. Самая лучшая женщина, самый, там, лучший, например, мужчина, да, допустим. Допустим. И, естественно, он может, эээ, проиграть. Естественно. Естественно. Естественно, он может поиграть. Это, ну, практически, вот, всегда такая история, всегда такая проблема. Потому что самый лучший кто-то может перестать быть самым лучшим, да, ну, по аналогии со, допустим, со спортом, где, где, эээ, чемпионский титул нужно не только, эээ, взять, да, но его надо защищать. Вот. И однажды, защищая этот титул, ну, ты можешь его потерять. То есть это такой вот, получается, эээ, не безусловное принятие, эээ, вас и не безусловное принятие его, эээ, им, точнее, самим, эээ, самого себе. Вот. Но вы здесь, конечно, как бы на это внимание не обращаетесь. Вы говорите, что вот я, то, что он, то, что он говорит, что вы самые лучшие, для вас это позитивное прикрепление. Вот. Ну, вот, если бы вы на это обратили внимание, что, возможно, возможно, ээ, возможно, эээ, смогли бы, эээ, смогли бы сразу пресечь подобную формулировку. сразу пресечь подобную формулировку, и тогда ситуация может быть складываться к другу. Но вы ее себе позволяете, и подсознательно, это сейчас немного звучит, как высосанное из пальца, но подсознательно, таким образом, вы подкрепляете то, что вы действительно самая лучшая. На спятом месте просто не бывает, и сейчас самые лучшие вы, а дальше кто может быть самым лучшим, кто-то другой. И мужчины думают, что раз он сейчас самый лучший, то постоянно должен бороться за свое, так сказать, звание, да, за свою позицию. И постоянную борьбу нужно, конечно, отличить от, допустим, от ничего не делания в отношениях, от пассивной позиции в отношениях. Вот. Вот это все-таки немножко разные вещи, я надеюсь, что вы этот момент учтете также, потому что это правда важная история, на мой взгляд. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, здесь момент вот такой. Дальше, значит, так, что любит меня, ну, это, само собой разумеется, доказывает это дорогими подарками. Ну, это, опять же, как будто он такое впечатление, что он, как будто вас, да, пытается, знаете, ну, подкупить, что ли, да. То есть, вот именно хочет, ну, подкупить вас, то есть, купить, купить ваше расположение хочет. То есть, я ничего против дорогих подарков не имею, просто вот все вместе, все вместе. Его ревность, то, что вы самое лучшее для него и дорогие подарки, вот все это вместе создаёт такое вот впечатление, создаёт такое вот ощущение, что человек просто, как-то очень материально, что ли, подходит, как, ну, к взаимодействию, к взаимодействию с вами. Вот. Такая вот история. То есть, если бы все это было, вот, грубо говоря, по отдельности, да, то есть, отдельно было бы что-то, то никаких вопросов этого бы, это бы не вызвало. А так, получается, что, вот, у человека к вам, ну, такое вот, слишком, ну, слишком материалистично с поведением, вот. Мне кажется, кажется, что это повод для того, чтобы обеспокоиться. Дальше. Ну, его приступы ревности невыносимы. Ну, надо сказать, что ревность невыносима всегда, потому что она очень сильно ограничивает свободу. Она очень сильно ограничивает свободу человека. Вот. Всегда. Очень сильно ограничивает. И ревность посягает на границу человека. То есть, вы, грубо говоря, на заревности должны, там, как-то по-другому всегда вести. Вот. Что далеко, ну, что далеко не всегда приятно, что далеко не всегда круто, что далеко не всегда здорово, что далеко не всегда вообще, как бы, позитивно. А самое главное, что дает, ну, вот, такое ощущение, да, такое ощущение постоянной какой-то напряженности. Вот. И это, конечно, действительно невыносима. Вопрос заключается, на самом деле, в том, почему вы это терпите, да. Вопрос заключается в том, вот, о чём Кудрячёв Игорь Леонидович говорил. Ваше чувство вины, да, и ваше отношение к себе станет интересным. Вот. Мать, какая штука. И не разграничение ответственности за это. Не разграничение ответственности. Т.е. вы не разграничиваете ответственность. Вот, свою и человека. Т.е. вы не понимаете, где за что отвечаете вы, за что отвечает другой. Так, я никогда даже мысли не допускал обзимения, ну, вам не надо, я уже практически к ним общаюсь, но этого мало. Вот, это вот и есть подкрепление его позиции. Т.е. если вы действительно вместе ко мне общаетесь, значит, ну, вы действительно можете измениться по его логике, по его логике, потому что его действие имеет эффект. Так, этого мало и всегда будет мало. Если я опоздал на 10 минут, значит, был у нас любовником, не ответил. Но если у нас все это самое, идём в ресторанты, вот, вам там все меня хотят. Ну, это, своего рода, такой, знаете, росло расстройство. То есть, это вот, что-то новое, навязчивое мысль. Как вам, это отношение с коррекцией не имеет. Я пытаюсь загрузить его внимание в любовь, чтобы показать, что он единственный, из его проблемы не уходит. Но она и не уйдёт, потому что она в нём проблема. Она не вас, она не вас, она именно в нём. В конце концов, закончилось тем, что я поехал к подругу Готи, подначил его получил скандал, обвинение, безосновательный в том, что я там была ни одна скорбина, ни унивительные слова и его уход. Сказал, что у нас всё кончено. Ну, смотрите, есть такое ощущение, что человек селенаправленно вёл себя таким образом, чтобы выйти из отношений с вами. Есть такое образование, когда человек использует ревность для того, чтобы избегать отношений, избегать их, несмотря на то, что он этого хочет, несмотря на то, что отношений человек хочет. Несмотря на то, что отношений человек хочет. Но он их хочет, но он в то же время и боится, как бы, отношений. Вот. Такая вот история. И если человек боится отношений, если он их боится, то он специально выйдет из них, потому что так ему будет проще, так ему будет легче. Вот. Вряд ли его можно за это, в принципе, винить. За то, что ему так проще и легче. Вот. А человек просто боится боли. Человек просто боится, ну, боится того, что его обманут. Вот. Ну, может быть, он вернётся. В будущем к вам, может быть, он вернётся. Вы ему дадите какое-то вот, ну, какое-то, какие-то обещания, да, и он вернётся. Но всё равно он будет вас продолжать давить, потому что ему необходимо понять, что это его проблема. А он этого не поймёт, пока вы будете, как бы, прислушиваться к нему в этом смысле. Пока вы будете, как мой коллега сказал, ну, вот, подкреплять его, его поведение. Понимаете, какая штука. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, если он ушёл, то это хорошая возможность для вас пересмотреть то, как вы выстраиваете отношения с мужчиной, да, пересмотреть свои чувства к нему, пересмотреть своё восприятие в себя и ограничить, наконец, свою ответственность от ответственности его. И не нести дополнительной личной ответственности за то, что чувства делает другой человек. Смотрите, какая штука. То есть, напротив, я приведу такой пример простой, на мой взгляд, простой пример. Вы идёте в ресторан, где на вас, допустим, вечернее платье, ну, достаточно откровенное, да, короткое, там, декольте, чем-то ещё, открытая спина, плечи, может быть, кого угодно и так далее. И понятно, что мужчина неуверенный в себе и ревнивый будет, возможно, относиться к этому негативно. Это понятно. Понятно, что мужчина ревнивый будет думать и видеть, возможно, что другие мужчины смотрят на вас, там, с интересом и так далее. Но! Но! Это ведь означает что? Что вы привлекательны. Это означает, что вы привлекательны для других мужчин, и это подкрепляет его ценности, потому что вы же с ним. Но! Этого не происходит. Вместо этого мужчина хочет просто оставаться в этом всех спрятать. Ну, образно говоря. Является ли это провокацией? То, что вы хотите одеваться красиво, красиво, то, что вы хотите, не хотите, там, скрывать, допустим, свою красоту или что-то ещё. Является ли это провокацией? Нет, не является. Это как, если сказать, что все, кто ходит в коротких, все девочки, которые ходят в коротких юбках, все провоцируют мужчин на то, чтобы, не знаю, их изнасиловать, например. Но это нет. Это нет. Да, девочка одевает короткую юбку открытой одежде, чтобы демонстрировать свою красоту. Но это нормально в современном мире. И люди, которые этого не принимают, они просто, ну, скалбэн. Идут на поводу своих страхов. Так что, знаете, как бы одевая какой-то наряд или даже ведя себя определённым образом, вы не можете нести ответственность за то, как к этому относится другой человек. К примеру, если бы вы с мужчиной другим именно встертовали, вели бы какие-нибудь интимные разговоры, позволяли бы ему, там, не знаю, обнять вас за талию, допустим, допустим, хотя это тоже далеко не всегда плохо. Вот. Но это уже вы сами определяете для себя, что можно, что нельзя. Вот. А там совершенно однозначно положить руку вам на коле, на колено, допустим, или выше колено. Но это да. Это, конечно, уже, да. Но это объективно. Это то, что можно объективно сказать, что да. И опять же, вы сами определяете. Вот. Ну, вот это, это действительно провокация. Это действительно все остальное. И вот здесь важно увидеть эту самую грань. И, как бы, эта грань, она не где-то снаружи. Эту грань определяете вы. И только вы сами. Что для вас допустимо, а что нет. И другому партнеру придется это принять. То, что вы считаете допустимо. То есть, если вы считаете, например, допустимым, что другой мужчина может положить вам руку, Наталью, именно вы считаете это допустимым. То есть, для вас в этом нет ничего такого. Для вас это не означает, что вам эта мужчина понравится, что вы хотите там близиться, допустим, и переспас. Да? то другому партнёру это нужно принять, просто потому что это высоко, если он этого не принимает, он вас ограничивает, а это недопустимо, это недопустимо, понимаете, такая вот история. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, обратите внимание, пожалуйста, на то, что вы вот склонны себя винить, на то, что вы склонны себя винить, на то, что вы склонны принимать к себе такое вот сравнительно оценивающее отношение, что означает, что вы также относитесь к себе, а это момент, который нужно корректировать, вот. Обратите, пожалуйста, на это внимание и перезнабрите то, как вы себя видите, что в чём вы уверены, в чём нет и по каким причинам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!